Вода, тепло и свет появились. Накануне из-за серьезной аварии на ТЭЦ-3 без благ цивилизации оказались многие районы города. Официальная версия произошедшего ЧП – обледенение изоляторов на открытом распределительном устройстве. Подробности у Антона Александрова. Практически весь Юго-Восток накануне оказался без воды, света и тепла. Такая же участь постигла и другие районы города. Не работали светофоры, правда, регулировать движение спешно направились дорожные полицейские. Между тем авария на ТЭЦ оставила без энергии насосные станции, отчего в домах карагандинцев исчезла холодная вода и тепло. В работе находились семь котлоагрегатов и пять турбин, сообщает пресс-служба компании «Карагандаэнергоцентра». Около полудня сработала автоматическая защита, в результате чего были отключены четыре турбоагрегата из пяти. Основная причина ЧП – обледенение изоляторов на открытом распределительном устройстве. Ремонтная аварийная бригада сразу взялась же за ликвидацию аварии. До этого увидели, когда ехали, дыма не было, потому что все котел остановили. Сейчас вот первый котел разожженый. Данных о произошедшем ЧП было немного. По неофициальной информации, такая полномасштабная остановка станции произошла впервые за 40 лет существования ТЭЦ. По другой информации, технический директор станции сообщил, что подобная остановка была в прошлом году, но из-за оперативного реагирования город на себе этого не почувствовал. Однако в этот раз произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсетях. Практически всех волновал вопрос, что произошло и когда все восстановится. Конец света запоздал. На юге вообще где-нибудь свет есть? Улица Алиханова. Отопления нет, воды нет. Ну, как бы свет удали, а водоснабжения отсутствуют. Теперь стало быть, надо снег топить. Спасем город от предстоящих весенних паводков. На Алабады только свет есть, ну и газ. Ребята, переезжайте в Майкудук. Все есть. И свет, и горячая вода, и холодная вода. Во всем городе нет, а у нас есть. Живу в 11-м А микрорайоне. Абдирова 36, дробь 4. Нет ни тепла, ни воды. Жаль. Нуркена Абдирова 50. Нет ни воды, ни отопления. Меня интересует другой вопрос. А если они все это разморозят? Зима еще не кончилась. Вот это будет полный. Пока еще отопление запустят, да гидравлический фон восстановят. Вот сейчас включили холодную воду. Ближе к вечеру электроэнергия появилась на Юго-Востоке. В 19 часов на ТЭЦ началась генерация электрической энергии. Был восстановлен и гидравлический режим на тепловых сетях, говорится в официальном сообщении компании Караганда Энергоцентра. В полдень сегодня теплоэлектроцентраль стала работать в заданном режиме. Электрическая нагрузка составляет 405 мегаватт. Это на сотню меньше, чем выдавала ТЭЦ вчера до аварии. Правда, циркуляция идет на увеличение. Несмотря на предпринятые меры, сегодня утром жители Пришахтинска все же ощущали неудобства. На теплоснабжение в районе жаловались жители 21 и 23 микрорайонов. Поступали сообщения и из Маякудука. Жители последних этажей многоэтажного сектора холодную воду в кранах утром не обнаружили. Подтвердить или опровергнуть информацию не удалось. Коммунальные службы пока охранят молчание. Антон Александров, Аргеномыр, Ирина Нинашева, Артем Ковалев, 5 канал.